В этом году немножко изменились правила приема, запланированы экзамены. У нас всего 14 специальностей. Можно подать в один УЗ, потом передумать, забрать документы, подать в другой. Ну и так пока не надоест. На дневную форму получения образования в этом году можно подать документы с 17 июля по 25 июля для обучения на бюджете и по 9 августа при желании обучаться на условиях оплаты. Можете подать документы на оплатное. При этом надо все-таки приехать в приемную комиссию, забрать документы. При этом разблокируется электронный кабинет, поменять, если необходимо, перечень специальностей, порядок исследования и еще раз подать документы на оплатное обучение. Это можно будет сделать по 9 августа. Больше недели будет с момента зачисления на бюджет. На сокращенный срок у нас предусмотрены внутренние вступительные испытания. И у нас запланированы экзамены 27 июля по основам информационных технологий, либо основам экономизации и программирования. И 29 июля по степени охраны труда. В зависимости от того, куда хочет поступать наш абитуриент, есть ли на технические специальности. У нас всего 14 специальностей, но можно указать 18 записей. Что я имею в виду? То, что у нас есть одинаковые специальности на разных факультетах. И, например, допустим, программная инженерия есть на КСИСе и программная инженерия есть на ФКП. Это будут как две записи, две, так сказать, условные специальности. Если вот так посчитать, то будет 18 записей. В медицинской справке можно указать одну, либо несколько специальностей из заявления. Допустим, из тех 14 специальностей кто-то хочет поступать на компьютерную инженерию. Первая или пятая. Можно просто указать компьютерную инженерию. Это подойдет для всех специальностей нашего университета. Получение общежития, ну, не совсем зависит от формы получения образования, от бюджета, либо платное обучение. Вообще-то, для всех травмокурсников, нуждающихся в общежитии, университет выделяет эти места. На старших курсах зависит от других критериев. То есть, ну, не самое главное, это обучение на обучении. Желающие получить место в общежитии должны подать документы с 15 по 19 августа во втором учебном корпусе, в улице Петра Шабровки-4. То есть, там же, где вы и подаете документы для получения образования, в приемной комиссии, в этих же помещениях будут приниматься документы и для постановки на очередь в общежитии. Для того, чтобы подать заявление на место в общежитии, необходимо предоставить свой паспорт и справку с места жительства и о составе семьи. Ну, а также, если есть какие-то льготы, документы, подтверждающие эти льготы. В Республике Беларусь теоретически возможно подать несколько вузов документы, но в этом году этим правом воспользовались только наши силовики. Это учебные заведения Министерства внутренних дел. У них общий конкурс между Академией МВД и Могилевским институтом. В остальных случаях одновременно можно подать только в одно из учреждений образования, но никто не ограничивает по количеству подач. В период, когда принимают документы, можно подать в один вуз, потом передумать забрать документы, подать в другой, и так пока не надоест. В принципе, можно с золотой медалью поступить без централизованного тестирования. Это на специальности востребованной экономикой. В этом году у нас четыре специальности востребованной экономикой. Пятая еще периодологическая, но там сокращенный срок получения образования, там могут поступать выпускники к уличу. В нашем случае это специальности, как правило, в культурной радиотехнике и электронике и три специальности – микроэлектроника, технологии и наноматериалы, радиосистемы и радиотехнологии, а также специальность электронной системы и технологии. На нее набирают факультет компьютерного проектирования и ФИТУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова